всем привет и сегодня у нас на обзоре lada granta в минимальной комплектации 2022 года выпуска она абсолютно новая у нас мотор 1.6 8 клапанов 90 лошадиных сил 5-ступенчатая механическая естественная коробка передач и сегодня расскажу полностью об этом автомобиле что очень в последнее время там соцсетях выкладывать какие-то машины там не там разные внедорожники интересные приезжают говорю цены все говорят ой как дорого команда нужна там сейчас вот исуза у меня на тесте 6 миллионов максималки правда стоит 8 9 покажи нам доступный автомобиль и вот сейчас я вам показываю конкретно вот прям на примере нашего специально автомобиль в комплектации который на данный момент в россии можно купить и это гранта является именно это вот не теоретически вот именно эта машина является на данный момент самым доступным новым автомобилем в россии на сегодняшний день то есть это этот автомобиль у нас в комплектации classic который что сейчас цены меняются надо обязательно зайти во вторую посмотреть как они вообще там вот но я вам назову точную цену этого автомобиля вот на 11 58 на 12 апреля 2022 года и сейчас она стоит так откроем смотрим значит конкретно барабанная дробь семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот рублей стоит этот автомобиль я конечно все расскажу что за семьсот шестьдесят две тысяч пока не помнился на здесь есть какие комфортные опции здесь есть что он будет доступна какая у него внутренняя часть плюсы-минусы автомобили конечно я сейчас расскажу что вы получаете за эти деньги теоретически есть еще комплектация стандарт которая стоит семьсот двадцать семь девятьсот но это легенда нет такого автомобиля а на складах она как бы есть но не могу сказать что вот прям ее нереально найти то что там нет и передних электростеклоподъемников и нет электроусилителя руля то есть вот именно вот это вот стеклоподъемники электроусилителя руля добавляет нам цену и вы у нас получается семьсот шестьдесят две тысячи рублей значит что я могу сказать значит обратите внимание на этот автомобиль как мы видим у него обычные штамповки стоят ну то есть можно одеть колпаки конечно для красоты у нас есть средние две фары между прочим раньше выпускали автомобилей там для экономии одна фара была не помню какая что-то было там одна фара была так это у нас значит габариты есть ближний аварийка и вот так мы моргаем как мы видим у нас естественно автомобиль переднеприводный у нас достаточно большой клиренс по дизайну я думаю что этот автомобиль вам в принципе уже знаком не раз вы увидели единственное вот его соответственно что говорит о его стартовой комплектации это у нас не крашеные зеркала и ручки теоретически раньше были и автомобили как бы дорестайловые где были черные бампера но сейчас такого нет у нас тут бампера крашеные тут у нас хром ну достаточно так понятно что это автоваз да то есть номер государственные будете крепить суда хромированный значок вот пожалуйста интересно защита у нас есть какая в эти деньги да у нас еще защита есть картера прекрасно ну вот она самый доступный автомобиль я не думаю не только россии но и в мире сзади до обратить внимание сзади у нас что у нас опять же в цвет крашеные бампера раньше думаю 700 700 тысяч рублей это раньше можно было взять года три назад 4 можно было взять infiniti g37 полноприводную и раздавать вообще везде смотрите давайте можем попробовать колпаки поставить да то есть может это будет получше посмотрите друзья вот раньше сейчас штамповки черная а раньше то есть когда ты мы ставили колпаки на на машины там вы очень неудобно когда у тебя штамповка светлая ты ставишь колпак и через него видно штамповку то есть а тут как бы если вот поставишь издалека смотрится как литой диск тоже это удобно значит смотрите вот я на нее смотрю вот смотрите вот черная поставить значит затонировать полностью оставить такие же штампы на 8 клоп турбину поставить лошадей 200 подвеска блокировочка рычаги и сделать такой слипер знаете чуть занизить ее прям красиво может быть до сразу молодость смотреть какая стала на колпаках то получше друзья так уже красотка так давайте посмотришь вас под капотом значит под капотом у нас достаточно надежный двигатель по меркам автоваза это 168 клапанов 90 лошадиных сил газовых опор конечно у нас нет это че это я думаю ты жвачка на липу мягкий наконечник какой смотри доработка заметьте тут смотри у нас все анти все швы у нас про антикорий на воздушный фильтр пластиковый коллектор в обычный элементарный восьмиклапанный мотор катушка у нас смотрите как тут странно здесь был расположена мне кажется она может намокнуть постоянно брызги летят могут быть проблем обычно тросиковая естественно коробка передач механическая пятиступенчатая никаких имитаций блокировок передних переднего моста естественно нет все очень просто но на самом деле знаете я ездил на гранте актив 16 клапаном двигателем на там настроенной подвески на спортивной заводской очень достаточно такой интересный автомобиль и веста неплохо и в кольце но опять же это знаете это не для людей которые ездят там 0100 которые любят там ходить правильно фаворота на трассе катаются в принципе очень неплохие машины вот на этих кузовах можно сделать которые очень хорошо едут так интересно забавно не рекордно но интересно так ну что давайте самое главное посмотрим что у нас есть в салоне друзья вы конечно можете задать хороший вопрос какие модели вот другие автовазы сейчас стоит я просто скажу самые минимальные цены которые нашел на автору смотреть минимальная веста сейчас стоит 1 миллион сто двадцать одна тысяча рублей игру самое минимальное которое может быть него стоит 1 миллион семьдесят тысяч рублей это шевроле него как вы понимаете и него легенд стоит восемьсот восемнадцать тысяч это самые минимальные цены и по статистике с четырнадцатого года ну у нас цены никогда не падают то есть вот сейчас не покупать например и ждать что они упадут такого нет и самое интересное значит что вот сейчас вот естественно продажи упали и единственное что покупает это автоваз вот киа соседний там очень слабо с продажей сейчас единственное что покупает вот по деньгам потому что люди не ищут автоваз они уже не думают о том какую будем купить там киа хендай автоваз там или там датсу например они просто покупают самые дешевые автомобили сейчас которые есть на рынке и тут вот автоваз конечно еще как-то продает в наших российских условиях естественно что касается гранты пройдите по ссылочкам в описании там очень интересные люди есть которые сейчас гранты ну конечно хороших комплектаций продают за 2 миллиона там да то есть за полтора миллиона есть машина ну вот какой-то конечно же какой-то беспредел происходит ценовой с одной стороны хочется сказать что сейчас ничего покупать не стоит но вот как я уже сказал с четырнадцатого года цены никогда не опускались вот это конечно определенная проблема значит и так что она в салоне очень-очень педаль сцепления очень легкая прям прямо не чувствуешь ступенчатая коробка передач естественно тросиковая не кулиса то есть она достаточно легко ходит то есть проблем здесь абсолютно нет говорят что создадут вообще более простую гранту самую простую то есть это будет как стандарт то есть без усилителя руля пушка здесь здесь он есть есть сцепление надо выжить вот он у нас электроусилитель но там будет евро 2 не будет а б с еще чего-то ну теоретически можно конечно машину без колес продавать вот согласитесь у кого у всех же есть там 14 13 колеса а новые колеса сколько стоит ну там сейчас 50 тысяч рублей колеса с дисками например можно и без колес машину продавать и минус 50 к цене но тоже неплохо согласитесь сделать там машину за 699 и все равно люди будут покупать значит из комфорта что я здесь вижу естественно здесь нет кондиционера единственная кнопка доступна на панели это обогрев заднего стекла печка ни хрена она гасит прям как будто под стольник едешь вот руль у нас только по углу регулируется по вылету нет так естественно механические регулировки сидений по высоте по высоте сидения не регулируются да нет по высоте не регулируется так регулировка положения фара против кнопку противотуманок задних принципе все больше здесь ничего нет колонок и магнитолы у нас нет никаких декоративных элементов здесь нет бардачок прикуриватель и в принципе все но стеклоподъемники передние регулировка зеркала вот есть пожалуйста все есть у нас небольшой бортовой компьютер на передней на прибер на приборке то есть это у нас он показывает температуру двигателя объем бензобака пробег и время вот тут можно еще напряжение кстати здесь можно посмотреть зарядки аккумулятора нас 14 один час а расход даже и здесь смотрите-ка расход все вот тут бортовик то есть полноценный так ну что давайте посмотрим что у нас сзади есть и так сзади я уже конечно сажусь сам за собой мороз метр девяносто два и упираюсь коленками в спинку сидения ну что тут вообще ничего нет нет подлокотника стекло стеклоподъемники здесь нас ручки ручные обдув у нас снизу идет никаких дефлекторов нет ни зарядки ничего полный минимум друзья но на самом деле вот я сейчас так думаю машинка это будет есть очень долго здесь ломаться абсолютно нечем никаких проблем не будет абсолютно давайте после багажник итак друзья по ключам у нас обычную ключ не дистанционный тут у нас есть центральный замок но он естественно без кнопок то есть это значит что вы подходите к машине закрываете и она как бы одним ключом вы открывать и закрывать все двери все а соответственно раньше вам надо у каждой дверь было открывать это за центральный замок без дистанционного доступа так багажник естественно мы открываем также багажник здесь большой кстати дорогие друзья это преимущество объемы вы сейчас увидите на экране сидушка у нас должна складываться вот так не закрывается то и либо снимать подголовники либо до упора двигать вперед рядом подголовники проще снять короче вы ну вы поняли как все это происходит соболезну этим людям которые сейчас хотят купить первые автомобили хотят новый это конечно будет не 3 копейки это будет 700 причем вот эту машину вы сейчас не возьмете за 700 там 62 тысячи может сейчас уже пока я говорю цена поменялась вы возьмете ну с допами я думаю что она будет вам стоя с учетом а тут уже защита дополнительно стоит тут уже стоит anti-core коврики какие-нибудь я думаю что она будет стоить 800 вот вот эта машина то что без допов просто так не отдадут хотя как договорить но вот у нас по крайней мере вот в салоне диал авто пока вроде бы она с минимальной наценкой стоит в общем что могу сказать коротко про эту машину дано как она будет в эксплуатации есть смысл нету что несколько раз говорил уже ездил на них очень много меня тестов многоемкая подвеска достаточно тяговитый с низов мотор достаточно хорошие тормоза но здесь у нас стоят естественно барабаны сзади но педаль достаточно чувствительная электроусилитель тоже в принципе для города хорошо ну по большому счету для автоваза эта машина надежная то есть у вас клапана не встретится у вас будет хорошая тяга вас будет расход в районе 7 литров 5-7 литров там город трасса большой багажнику и в принципе она неприхотливая вот это ее единственные преимущества а секретика каком-то там климат-контроле мультимедии еще конечно же здесь в эти деньги ничего не будет минималку вам сказал вот так вот пожалуйста вот она самый доступный автомобиль в россии которые можете купить за деньги на апрель 22 года интересно через пять лет что будет я специально возьму вот это вот вырежу и вот вставлю чтобы какая будет цена интересно через пять лет как какой когда будет минималка там полтора миллиона друзья еще раз напоминаю если вдруг с ютюбом россии что-то случится я все равно конечно не перестану сюда выкладывать видео можете смотреть через vpn или еще как-то но если вдруг у вас там не будет что-то работать на ютюбе или еще что-то вы можете выбрать любую площадку которая вам удобно будет пользоваться я потому что я дублируюсь везде это и яндекс дзен или рутуб и телеграм-канал в общем вконтакте ссылочки все в описании вдруг так случится что vpn у вас не будет или не будет что-то работать поэтому дублирую все в описании очень вас жду там спасибо вам большое за внимание ставьте лайки и до встречи спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!